В конце прошлой недели появилась информация о том, что остродефицитные маски, которые, как мы знаем, возглавляют список непродовольственных товаров первой необходимости, стали производить на фабрике «Рузаевский трикотаж». Наша Олеся Плакиткина хотела увидеть сама и показать телезрителям, как это происходит, однако взаимопонимания с руководством компании ей достигнуть не удалось. Отсюда появилось закономерное предположение, что сообщение о старте производства было несколько преждевременным. В понедельник мы снова связались с генеральным директором Ларисой Парфеновой, которая на этот раз заверила – процесс идет, заказы есть. Маски реализуются как через магазин, так же по заявкам от предприятий. Пока очередь есть, пока очередь существует. Каким примерно объемом мы располагаем каждый день? Около 10 тысяч. Если с количеством «Рузаевских масок» теперь все более-менее понятно, то их качество у пользователей интернета, видевших вышедшие в пятницу телесюжеты, вызвало сомнение. Главный вопрос – почему швеи на видео работают без перчаток, а реализуются готовые маски без упаковки? Каждая маска должна быть постирана дома, проглажена утюгом, потом использовать в применении. В производстве мы это не делаем, это не медицинская маска, это пылезащитная. Мы с вами о разных вещах говорим. То есть это пылезащитная маска, и она от вирусов защищать не должна, по идее? Или как к ней подходить? К какому средству защитной? На этом связь оборвалась, и больше Лариса Парфенова трубку не брала. Остается надеяться, что с ней все в порядке, и руководитель предприятий имела в виду нечто иное, а не то, что мы все подумали. В любом случае, пожалуй, несомненно, что даже Розаевская маска, если, конечно, она правильно обработана, лучше, чем ничего. Редактор субтитров А.Семкин